Я не удивлюсь, что заодно из этих рассчитались. Но, понимаете, вот сказавши это, я бы хотел, чтобы не возникало ясно, что с точки зрения моральной удалось сорвать Блицкриг. Блицкрига не получилось. В три дня хотели победить Украину, на третий день хотели, чтобы уже капитуляцию подписывал президент Зеленский. И, кстати, вот, если, не знаю, обратили вы внимание или нет, на официальном правительственном агентстве РИА Новости случайно по недосмотру выскочила статья, которую они там быстро удалили, но интернет же все помнит. Типа победоносная статья о том, что мы всех победили, все, президент Путин окончательно решил украинский вопрос. И потом раз и убрали сайты. Но это значит, что они заранее готовились к тому, что и верили в то, что будет победа на третий день. Хрен. И тут вот что. Вот как бы чтобы у нас голова не закружилась от успехов. Потому что, знаете, что плохо? Вот сейчас возникнет у многих оккупантов новая мотивация. Война идет по жестоким правилам. И вот возникает новая мотивация. У тебя убили там товарища, который плечом с плечом, неважно в какой войне ты участвуешь, в захватнической, в агрессивной. Ну, там, условно говоря, боец, с которым ты сражался там в одном подразделении. Его убили, у тебя появился мотив мстить за него. То есть война будет становиться, безусловно, ожесточеннее. И Путин, конечно же, он психует, это видно. Он зачем на переговоры идет? Я абсолютно уверен, что он идет на переговоры только с одной целью. Понять украинцы, что они действительно там собираются дальше воевать. Что там о деморализации? Да. Они что, деморализованы? Или они, наоборот, уверены в себе и не собираются вести переговоры с позицией попрошаек, которые пощады просят? Вот. Но, видя, что украинцы не собираются сдаваться, какая будет реакция? Ужесточить методы ведения войны, попытаться превратить Харьков в Алеппо, как-то не страшно, да? Мы же видим, что начали обстреливать, что называется, по площадям жилые квадраты, кварталы, простите. Это ужасно совершенно. С другой стороны, если раньше мы говорили, знаете, так про ГАГУ, немножечко фигурально выражаясь, 6 или 7 числа уже начнут рассматривать, простите, дело о военных преступлениях, которые, как они говорят, аккуратно, политкорректно, возможно совершены российской армии в ходе вот этой самой специальной операции в Украине. Кстати, вы знаете, вы обратили внимание, а зачем она называется так, специальная операция? Потому что есть указ Путина, подписанный им самим, по-моему, в 2015 году, который черным по белому там в этом указе написано, номер даже у него есть. На память, простите, не помню. То есть, когда специальных операций можно не назвать втратой, правильно? Так точно. А когда войны нужно? А когда войны нужно.